Мухтаров Алим, будучи на преддверии проведения праздника Хадыр-Лес, нам поступила информация, что местный межлист, представители его регионального межлиста, не собираются проводить наш праздник, который мы проводили там, не то что последние 20 лет, 25 лет, который проводили наши старики, именно 6 мая, именно в этот день испокон веков. И мы, как бы следуя традициям наших стариков, этот день никогда не нарушали, никогда его не переводили, и старались в этот день организовать все, как мы можем. Конечно, спонсирование всегда стояло на низком уровне, но мы старались народно собирать деньги. Кто-то бизнесмен помогал, кто-то просто народ помогал, кто-то приходил просто участие в физическом смысле плову, помочь столы разложить, плов сготовить, кто-то музыку что-то делал. А в этот раз нам сказали, что не будет праздника. Мы потом собрались втроем и поехали к этому инвералу. Я лично задал ему вопрос, почему не будет праздника. Он говорит, праздника не будет, потому что праздник будет проводиться на территории Бахсарайского района, большой праздник в Хадыр-Лес, 6 мая. Поэтому по местам праздника проводиться не будет, на это финансирование нет. Я ему потом сказал, если вы вас финансируете, нет, вы скажите нам, простим народу. Мы проведем, потому что все не могут поехать именно в Бахсарай. У кого-то из тройки, у кого-то четверо детей есть, у кого-то старых есть, которые не могут сесть и поехать там целый день находиться. И возможно, не столько поехать. А праздник он всем праздник. Тем более, что в этом месте у нас большой азизлер есть, который считается одним из вас миссий азизлер в Крыму. И он очень большой. Там очень большой святой лежит. И поэтому это место оставить и поехать в другое место мы никак не могли. Посоветовавшись с взрослым населением, приняли решение, что соберем между собой деньги, организуем палатку. Организовали нас там на сегодняшний день в изобильном предстоитове клуба. Есть маленький ансамбль детский, инструментальный, танцевальный. И это ансамбль тоже выступили. И все мы провели красиво. Потом, когда собрались, этот парень приехал от патлинингерейной еды и тоже помог от себя деньгами. Он тоже дал часть суммы и сказал, что я тоже буду присутствовать в этом празднике. Ну хорошо, вопрос нет. Присутствую, сказали мы в этом празднике. Почему нет? Это всеобщий праздник, когда никто не может на себя взять, что я провел или он провел. Это народный праздник, с ним мы проводили все вместе его, никогда никого не отделялся. Но будучи на празднике, уже когда праздник проводился, в полном разгаре, он пришел и стал требовать сначала предоставить такое право проводить праздники. Там наша учительница есть, будучи моей супругой, Мустафа Айзарова, она производила праздник, как руководитель праздника была. Она смотрела, кому голосовать, кому что говорить. Он к ней подошел и сказал, что вы мое имя, пожалуйста, скажите, что я провел мероприятие здесь, как с теми, что мы были здесь. А в этом мы не знали, что он так говорит. Но я всегда видел, что он с моей супругой там что-то разговаривает на повышенном тонах. Я подождал, терпение проявил, потом он подошел ко мне. И снова мне ответ то же самое. Я говорю, почему вы не говорите мое имя? Но у нас это есть, на это есть у нас такой ответ. Мы, будучи, там не 5 человек, не 10, там более 20 человек принимало участие как в финансовом плане, и более 10 человек, которые принимали просто как в своем участии, силы свои. Мы решили, что никаких имен мы в этот раз произносить не будем на этом мероприятии, чтобы не было, что это обособлено что-то чье-то. Чтобы это все проводил непосредственно народ именно изобильного, именно Корбека, нашего деревня. И это у этого глубоко возмутило. Как это так? Я говорю, вот так, так никто им не будет, ничего твое имя им не будет говориться. После этих он мне слово сказал, если нет, тогда я в другом месте поговорю. Я ему сказал, со мной в другом месте разговаривать не будешь, потому что с тобой разговаривать я не буду. Во-первых, на таких тонах разговаривать нельзя. Это некрасиво, когда проходит праздник, когда проходит мероприятие, вести себя таким подобным образом. Воспитание, которое нам дали наши родители, не позволяет старшим людям своего возраста говорить оскорбительные слова, упрекать в чем-то или что-то делать. Если человек позволяет себе сделать такие замечания, то он сначала, пускай, в своем воспитании разберется, а потом приходит и воспитывает других. Да, в сегодняшний день он явился у нас членом, представителем региона Межисы, нашей Большой Алушки. Но если какая-то часть населения его поддерживает, это часть населения пускай подумает, кого они поддерживают на сегодняшний день, и пускай принимает свое решение. У нас есть на это свое решение, которое отличается от их решения, может быть кардинально. Но ходить и вот это вот производить агрессивное настроение против других людей, именно толкая свое мнение, мнение нужно не толкать, а нужно предлагать людям, чтобы они его поддержали, и вывод сделать по этому вопросу. Вот на сегодняшний день такая ситуация происходила, она была немножко неприятна. Сегодня я разговаривал с Эбазиром указаном, он говорит, что он пришел, что-то там говорил, вроде извинения приносил. Но извинения приносить не только одному человеку нужно, извинения нужно приносить всему народу, к кому ты что-то говоришь. Не просто одному человеку там, другому человеку здесь. Будучи занимая такой пост, надо иметь нашу силу собрать, и принести извинения перед всем народом о своем неправильном поведении. Это раз. Потому что поведение за сегодняшний день категорически неправильное по отношению к своему посту, занимаемому посту. Ну а остальное народ сам скажет, что он должен был говорить. Все дело, потому что кажется, да, вот нас выбрали и все, и теперь мы будем руководить народом. Народом руководить никто никогда не будет, на то он и народ. Народ может избрать своих избранников и предоставить право разговаривать за него, но никогда не руководить собой. Потому что прийти, как вот так, вот так будет, никто никому не имеет права на сегодняшний день. У нас в Конституции прописано право народа на сегодняшний день, и больше никакого права нет у нас в стране. Спасибо за внимание. Больше я ничего хочу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.